Хоба! Привет, с вами доктор Влад. Ну, сейчас легко стало работать новостей. Чёртова пропасть. Благодатный огонь сошёл в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Ребят, я к религии не отношусь отрицательно. Совершенно. Я себе представляю, что что-то там есть обязательно, то, что мы не знаем. Но вот такие вот, значит, благодатный огонь сошёл. А-а-а! И миллионы людей по всему миру радуются, что сошёл благодатный огонь. Господи! Ну, понятно, что там зажигалкой какой-то поп поджёг это дело, или лупой, или что-то в этом роде, да? Ох-ох-ох. Ладно. Т-п-чё? А, Тас-тас. Первый канал снял с эфира документальный фильм про шоу «Голос дети». Телеканал не объясняет, с чем связано такое решение. Документальный фильм «Голос на самой высокой ноте» не вышел в эфир телеканала в назначенное время. Вместо него поставили фильм про Матрону. Передаёт корреспондент ТАСС. Фильм всегда выходит на следующий день после финала. И был анонсирован на субботу 10.15 МСК. Он готовится заранее, после финала. В него вносится уточнение о том, кто стал победителем. Опс! Или он тут мне сейчас написал. Я уже снял ролик. Ребята, после этого я вставлю тогда ролик ещё Леона. Вот. Там не музыка. Там вот насчёт этого тренажёра. Так. Ну и, в общем, первый канал не комментирует изменения в сетке телевещания. И не объясняет, с чем связано такое решение. Вот у меня там ещё есть в конце... А чё в конце-то? Я сейчас прям, наверное, не в конце, а в начале сделаю его. Вот. Значит, опс! Я сейчас вот передвину. Фуф! Смотрите. Это великий позор этого шоу. Елена Рыковцева, журналист, пишет. Я сейчас далеко от всего. Вот. И так, 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 так. Волшебная девочка Нина, о которой я писал когда-то в полнейшем потрясении. Дочка певицы Алсу Микела и мальчик по имени Роберт. И всех троих должны оценить зрители. Вот. И получается, что... Смотрите как. Тут, видите, всех троих должны оценить зрители. Но тут какая проблема? Видите ли, не получается без подсказки «звёздного» в кавычках зала. Популярная мама Микелы постит своим двухмиллионным инстаграме конкурсные фото дочки. Друзья её, типа Филли и Бузовой, раскидывают восторженные отзывы на предмет талантов Микелы. Я, по-моему, тоже уже что-то говорил. Ну, где-то я нашёл, что «Ой, талантливая девочка», а сам не посмотрел. Это их отзывы разносят всякого рода СМИ. И в итоге это шоу становится референдумом доверия к поп-тусовке. Вот в чём дело. Да, такая победа для ребёнка – позор и травма. Ну, в общем, да. Хорошо. Да, и дальше она пишет. Да-то она писала про то, чтобы выйти из стройки, да. А оказывается, эта Микела выиграла весь голос. Это невероятно. Это скажет любой, кто видел её выступление. Такого не может быть. Такого не могли сделать никакие фанаты инстаграма. Её матери одного энтузиазма не хватило бы. Одного их энтузиазма не хватило бы. Это великий позор этого шоу. Здесь что-то не так. Это что-то техническое. Предлагаю СМС. Предполагаю, СМС-фабрику по типу бота-ферм. Ребят, у меня уже, наверное, пятый день. Я никак не могу зайти. Несколько раз перегружаю на свои комментарии. У меня там страничка есть, все комментарии, лента. Да, никак не могу зайти. И вообще у меня с каналом что-то не то творится. Вот такие дела. Да, ну, вот это прошёл голос, да. Так, теперь Медведев у меня тут. Медведев поручил наказать виновных в загрязнении нефти. Вот он такой маленький, вот, маленький принц. Кто тебя выдумал? Звёздная страна. Поручил провести проверку из-за попадания некачественной нефти в трубопровод «Дружба». Ну, это Обама точно нагадил там. Путин назвал обманом слова о реверсе газа на Украине. Это я вообще в это не разбираюсь, но Путин назвал обманом. Украина получает газ в два раза дороже, чем могла бы. Ну, вот это вообще непонятно. Ну, в общем, Путин что-то там пытается, наверное. Уже какие-то связи с Зеленским. Уже заранее. Так, Песков сказал, что Путин не спит. Путин не спит. Он работает. Он работает, он не спит совершенно. Ему некогда спать. Ну, и не какать, наверное, тоже. Какать-то ему тоже некогда. Вот такие дела, ребята. Оказывается, Путин не спит. Вообще. То есть, ну, совсем. Ему это не надо. Это Песков сказал. Путин теперь говорит, все хотят работать с Россией. Да что это они так раздухотелись-то? Да. И вот смотрите. Вообще, вот фраза верная. Российский президент Владимир Путин заявил, что все страны, с представителями которой ему довелось встречаться, хотят работать с Намиби. Это кто? Это вот Ким Чен Ын, да, потом вот это Мозамбик. С кем он еще там встречался? Мабуту. Вот они все хотят. Да, они все хотят. С кем встречался? А порядочные люди с ним не встречаются. Объявивший о выдвижении Байден в вопросе обошел Трампа по популярности. Ребята, обошел. Вообще, ну, что так, мужичок, да? Байден-то, Байден. Ну, посмотрим, посмотрим. Обошел Трампа по популярности в первом же опросе. Интересно, это что, опять демократ? А, стоп, как опять? Это же был республиканец Трамп, да? Опять будут демократы? Ну, в смысле, опять, потому что перед этим был Обама демократ. Ну, поглядим. Я не тот, не другой, ребята. Мне главное, чтобы был спокойный, чтобы был порядочный человек в президентах США. Вот мне главное, чтобы он был порядочный. Сейчас тоже порядочный, но в другом смысле. Вот, как говорят про женщин, она порядочная. Вот, но это мужчина, да? Фанаты Мстителей избили посетителей кинотеатра за спойлеры. Фанаты Мстителей избили посетителей кинотеатра за спойлеры в Гонконге. Ну, в Гонконге, запросто, там гонконгская мафия, джакузи. Так, хорошо. Росгвардия предложила засекретить свои госзакупки. Вы можете себе представить, да? Всё. Вот теперь будет неизвестно, чего они там госзакупили. Всё засекречено, мама родная. Коломойский заявил, что готов консультировать Зеленского. Ну, а почему нет? Он мужик грамотный. Он хороший бизнесмен, насколько я понимаю. Он там даже... Где-то я недавно читал, что он там защитил Львов, что ли. Ну, украинцы, подскажите мне. Он, конечно, личность такая, довольно-таки странный этот Коломойский. Вот. Но это не самое плохое, что есть в Украине. Это я так думаю. Условное согласие. В штабе Зеленского обозначили позицию по российскому плану мирного урегулирования в Донбассе. Ну, он тоже так постепенно, потихонечку, да? Что он как бы и не против то, что предлагает Путин. А Путин, знаете, что предлагает? Чтобы это была обособленная территория. Вот это вот. Обособленная. Ну, типа Крыма. Нет, Крым – это Россия, да? Ну, какая-то обособленная. Вот. Со своими собственными правилами там и так далее. Ну, посмотрим. Как я думаю, да? Вот ради того, чтобы больше никого не убивали, вот. Хоть с чёртом подпечь согласие. Ну, в конце концов... Вот давно уже я об этом говорил. И кто-то тоже говорил, что если Украина вот путём вот такого компромисса начнёт нормально развиваться, нормально, да? Вот. Так они опять проголосуют на референдуме, чтобы обратно в Украину. Ну, или что-то в этом роде. Или будут перетекать туда потихонечку. Именно в Украину, а не в Россию. Ну, посмотрим. Мне трудно на эту тему говорить. Я ни разу не украинец. Вот. И там что-то творится, но... Всё-таки там что-то делается, ребята, в отличие от России. Под Астраханью произведены боевые пуски из новейших РСЗО «Торнадо-С». Ну, вот, да. Вот в России именно вот это и делается. Всё время какие-то пуски и так далее. Что интересно, Украина тоже в состоянии войны, да? Редко-редко, когда у них какие-то пуски или что-то в этом роде. Да, Путин назвал объём средств на выдачу паспортов жителям Донбасса. Так, 100 миллиардов рублей. Да ну, как эти семечки-то, господи. Он такой в день получает, Путин, такую зарплату. Ну, не зарплату, конечно, а ворует. В Москве произошёл пожар... О, пожарчик, пожарчик в строящемся здании Следственного комитета. Уже заранее горит, да? На воре шапка всегда горит. Вот, уже пожар... Только ещё здание даже не построено, а уже горит там всё. Вокруг света в одиночку. Во, интересно! Лодку Фёдора Конюхова сняли на видео. Короче, какие-то кенты. Кто такие, кто такие? Короче, самолёт какой-то военный там летал. Вот, и решили его поснимать. Интересная лодка. Посмотрите, ну, да, пилота самолёта Эмбарер. Какой-то Чили в 70-40 километрах от мыса Горн. Именно они сняли путешественника на видео. Он там что-то по этой лодке ходит, копается. Ну, что интересно, вот момент, да? Кому это интересно? Я не знаю. Мне интересно. До сих пор ни одному человеку не удалось пересечь Южный океан и обогнуть мыс Горн на таком средстве. Южный океан. Я выпал в осадок. Думаю, они что, врут, что ли? Да ну нет, вроде сайт солидный. Начал смотреть. Где такой Южный океан? Я никогда не слышал. Вот, оказывается, наименование совокупности южных частей Тихого, Атлантического, Индийского, окружающего Антарктиду, да? Это называется Пятый океан. Южный океан. О, как интересно. Ни разу не слышал. Вот, и тут дальше. Какие там моря? Море Лазарева, море Космонавтов, море Содружества, море Дэвиса. Вот все эти моря теперь Новый океан. Причём, что интересно, уже и в России в картографии уже начали обозначать вот этот Южный океан. Очень интересно. Ну, мне, по всяком случае. А вот, что вам будет интересно, смотрите, Лос-Анджелес Таймс. Есть более серьёзная российская угроза, чем вмешательство. Ну, вмешательство, в смысле, России в выборы, да? Путин ведёт себя так, как будто хочет войны. Чтобы понять эту угрозу, это американцы пишут, мы должны изучить мотивацию Путина. Его политика продиктована глубокими убеждениями и амбициями, коренящимися не только в российском, сколько в советском патриотизме. По его мнению, путинскому, да, распад СССР – это огромная историческая несправедливость, постигшая его страну из-за стараний зарубежных заговорщиков и внутренних предателей. И вот он хочет возвращать Россию по кусочкам, поднимает Россию с колен, чтобы заставить Америку дорого заплатить за унижение, которым она подвергла Советский Союз. И дальше абзац. То ли из-за тяжёлого детства в трущобах послевоенного Ленинграда, то ли из-за того, что он занимается дзюдо, Путин считает прямую конфронтацию пределом мужественности. Он считает победы в таких сватках доказательством превосходства, как людей, так и государств. Для Путина самым большим успехом, самым большим геополитическим успехом России за последние годы стала оккупация и аннексия Крыма. И успех этой операции, подчеркнул он, во многом определяет, объясняется его непосредственным участием, его непосредственным участием. Наше преимущество заключалось в чём? Знаете, в том, что я занимался этой операцией лично, сказал он в одном из интервью. Самую большую радость и воодушевление президент России испытывает, когда рассказывает о ядерном оружии, нацеленном на США. Ни один советский лидер никогда так не хвастался ядерной мощью своей страны. В своих двух последних ежегодных посланиях к Федеральному собранию он завершал своё выступление с торжественным видом расхвалива российский ядерный арсенал. Он также рекламировал новый тайный арсенал перспективного оружия, гиперзвуковой метеорит, мощный огненный шар и так далее. Кроме того, Путин утвердил две многолетние государственные программы вооружения. Однако, наибольшую угрозу милитаризм Путина представляет для его ближайших соседей. Он возродил западный военный округ, созданный в советское время и расформированный Борисом Ельциным, сделав его самым крупным из российских военных округов с самым большим количеством вооружений. У границ Латвии с Эстонией членов НАТО сегодня сосредоточены войска численностью 350-400 тысяч человек, танковая армия, 100 истребителей и так далее, и так далее. И эти страны опасаются аннексии части своих территорий, подобных аннексии Крыма. Вот так вот. Ну и так далее, и так далее. Время подготовки к войне было Путином выборно крайне неудачно. По прогнозам в ближайшие годы экономический рост будет слабым, доходы населения снижаются пятый год подряд, ребята. А 68% россиян считают, что их страна находится в состоянии экономического кризиса. Согласно недавнему опросу Росстата, 80% российских семей имеют ежемесячный доход, который не позволяет им покупать минимальный набор необходимых товаров. А 35% российских семей не в состоянии приобрести две пары обуви для каждого члена семьи. Лос-Анджелес Таймс пишет, ребята, рейтинги одобрения Путина упали. Ну, в общем, посмотрим, что будет, что будет, не знаю. Для достижения всех его целей нет ничего лучше, чем начать воевать и победить в очередном военном конфликте. Пах! И вот тоже интересная статья, ой, много, да? И там еще у нас Леон будет. Ну, ладно, слушайте, если кому неинтересно, выключайте. Статья, серпом по телеграм-каналу «Мечта о головолотьку». Интересно, появившиеся после победы Зеленского на президентских выборах в Украине многочисленные президентские опросы с фамилиями российских комиков не слишком удачные хохмы. И вот тут, значит, этот канал рассуждает насчет шоу-биза. В путинской России нельзя представить квартал 95. У нас возможен только подцензурный, давно не смешной, Квейн имени Маслюкова и пошловатый юморок комедик-клаб. Опа! А все шуточки из серии «Путин всех переиграл». Лучший в этой категории Киосаян, муж Russia Today. Симоньян. Так, с его лизоблюдской международной пилорамой. Это вам не Украина или США, где Алик Болдуин пародирует Трампа в юмористическом шоу «Saturday Night Live». Путин даже куклы запретил в конце 2002 года. Кто смог бы сыграть сейчас в России нашего Голоборотика? Я эту фамилию не знаю, полез смотреть. Оказывается, Зеленский играл вот этот сериал про президента. Как там, оказывается, учитель истории заснул и представил себя президентом. Ну вот его фамилия Голоборотика. Кто осмелится снять такое кино и запустить его в прокат после дела Серебренникова? Кто бы смог воплотить образ, если не вымышленного героя, хотя бы действующего антигероя Голого Лодько? Ну хоть чуть-чуть показать Голого Короля. Ну вот так. Нет, шуту дозволено высмеять цвету царя или плебс, но только не Путина. Ну и тут он слепаков, шнуров и так далее. Не будет завтра Путина, вся эта страна Петросяни исчезнет, как и остальные декорации, прикрывающие мафиозно-конформистские механизмы. Ну и так далее. Юморных дел путинские мастера будут не нужны в другой России. Я что-то вспомнил. А, тут про Жванецкого. Вот как раз здесь. Может, одессит маэстро Жванецкий, после пяти лет необъявленной войны, принявший из рук Путина орден за заслуги перед Отечеством третьей степени. Совсем не смешно, наоборот, грустно. Грустно. Да, я Задорнова вспомнил. Тоже он делал бизнес на том, что они тупые, тупые. Всё это сделали люди, которые пять раз за двадцать путинских лет меняли своих президентов. Ну, в смысле, вот голоборотик вот этого сделали, да? А россиянам только остается развлекаться комедии, опросиками с путинскими клоунами. Вот так. Полиция проводит обыски у родственников Горбункова. Ой, Горбунова. Горбунков от Семёна Семёновича. Предполагаемого создателя телеграм-канала и твиттера «Сталин ГУЛАГ». Самая последняя у меня новость, да? И всё, я исчезаю. Полиция проводит обыски у родственников Александра Горбунова, предполагаемого создателя телеграм-канала, вот этого «Сталин ГУЛАГ», да? Вот ищут вооружённые люди, ворвались в квартиры родственников. Восьмидесятилетний отец Горбунова, инвалид первой группы в полинфарктном состоянии. Пожилая мама с высоким давлением после шести часов допроса. Ну, в общем, ранее РБК сообщил, что создателем «Сталин ГУЛАГа» является Александр Горбунов из Махачкалы. Эта информация не была подтверждена. Автор продолжает делать публикации анонимно. Ну, вот тоже ловит кого-то, да? Мрак. Ну, ладно. И теперь посмотрите Леона. Что он там показывает? Мне с моим интересом. С ним видел. Я вот только видел, выскочило, что доктор. Я всё сделал. Пока. С вами доктор Влад. И сейчас будет у нас Леон. Без гитары. Добрый день. Доктор Влад. Специально для вас ролик. Как сделать самому тренажёр похудей. Для этого что надо? Для этого надо иметь вот такой жгут. Здесь примерно длина его, ну, желательно купить с запасом, два жгута, вот таких два жгута красных, по два с половиной метра. Потом купить для ручек на одну и другую сторону, для ноги и для руки, вот такую трубочку. Она сделана из пенопласта какого-то. Не пенопласта, а губчатая резина. Очень мягкая. Чтобы было удобно одеть руку, а с той стороны одеть ногу. Идём дальше. Купить вот таких два ролика, на котором будет ездить, кататься у нас вот этот жгут. Вот такой ролик, вот такой вот, вот. Я показываю. Да. Если вам будет что-то непонятно, вы мне напишите. Да, вот такой ролик. Таких надо две штучки. Идём дальше. И вот таких два крючка. Вот это дюбель, куда он будет ворачиваться. Это ворачивается в стену. Или в деревянную, или в бетон. Но желательно, чтобы здесь загиб был побольше. Это просто какой я нашёл. И вот этот одевается, крепится к стене крючок. А это одевается на крючок. И вот получается у нас вот такая вещь. Значит, вот это у нас будет рука, а низ будет нога. И вот таких здесь должно быть пара. Вот и все чудачества этого приспособления. Его можно крепить и в дерево, и в бетон. Куда хочешь. Я лично занимаюсь, можно заниматься на полу, но я занимаюсь этим тренажёром на софе. У меня софа выдвигается на 2 метра. Она примерно от пола, где-то примерно полметра. Не надо мне ещё стелить. Я её раздвигаю. Руки у меня сзади, вот захват сделаю так вот. И начинаю заниматься. Упражнение очень хорошее. Можно делать ноги раздвигать, делать, как говорится, растяжку. И так. Можно делать и велосипедами, вот так ногами. Вот. И туда-сюда, я говорю, все мышцы работают, и работает позвоночник. Очень удобно. Так он фактически стоит, я его покупал где-то 2 года или 3 года назад. Он стоил 2000 у нас. То есть с доставкой. А в итоге его делать очень легко. Так что смотрите, доктор Влад, для упражнений, он очень хороший. Тем более, здесь, когда ноги поднимаешь, то поднимаешь и качаешь пресс. И ноги раздвигаешь. И в общем, можно самому придумывать упражнения, какие нравятся. Ну, для начала, можно, как говорится, в интернете посмотреть, как, вот там есть ролик, показывают начальные упражнения вот этого тренажерчика. Вот и вся премудрость его. Если какие вопросы, доктор Влад, вы мне сообщите. Все, до свидания.